Приветствую всех. Сегодня мы начинаем новый предмет, но этот предмет мы пройдем абсолютно не полностью, то есть это будет такое мини-несколько занятий буквально. И сегодня будет вводное занятие, частично оно будет обновленное, частично я расскажу о том, что включает в себе диагностика, для чего это нужно и что с этим делать. У нас есть слушатели, которые прошли курс диагностики несколько месяцев назад, то есть это были немножко другие темы, возможно вам будет сегодня менее интересно, но будете смотреть, присутствовать либо нет. Итак, запись включена, давайте рассмотрим на некоторые аспекты, что именно будет изучаться. Ну, во-первых, на примере системы синтек мы рассмотрим системные параметры только в рамках сегодняшнего занятия, чтобы объяснить вам, для чего они нужны, как они используются, как авторизуются в системе, кем они вводятся, кем они редактируются, для чего они нужны и какие основные параметры бывают. Итак, ошибки мы уже не будем трогать, то есть эту тему мы прошли отдельно. Также поговорим об программном интерфейсе лейдер. Пожалуйста, микрофон выключите. Мы поговорим о программном интерфейсе лейдер, а именно о битах IOSCA и регистрах, по которым мы можем наблюдать статус разных устройств. Также несколько слов про программный интерфейс лейдер и про файл лейдер, который управляет системой. Мы посмотрим на один из внутренностей станкового лейкокабинета и возможность диагностики и тестирования с помощью других методов. То есть, когда мы визуально наблюдаем содержимое системы, содержимое конкретно электроники и других частей, без программного обеспечения. Для этого нам понадобится вот такая схема, с которой мы также поработаем. Эта система ЧПУ называется Альберт Баумер и данный станок для резки поролона, но тоже ЧПУ, поэтому мы его рассмотрим. То есть, данный мини-курс, несколько занятий, будет посвящен больше диагностике с помощью специального LiveBit модуля и чтению принципиальной схемы для определения данной диагностики, данных режимов, либо данных статусов устройств. Давайте начнем вот с первой вкладки, которая называется системные параметры. Системные параметры вводятся производителем оборудования. Это определенные значения, которые указываются в разных форматах данных. Они указываются в тех единицах измерения, которые в скобках написаны обычно после указания функциональности. Например, индекс 401 – это номер системного параметра, а item – это то, что он включает, как он называется, то есть его описание. Третья колонка value, где написано not login, то есть мы не авторизованы, включает само значение системного параметра. Кто прошел такую тему, как макропрограммирование, но не прошел диагностика, скажу, чтобы вы не путали. Есть такое понятие, как системное переменное. Есть понятие системные параметры. Это разные вещи. То есть системные параметры, системная переменная – это разные. Системные параметры, систем параметры, вводятся производителем, после чего могут редактироваться нами, то есть тем, кто обслуживает станок, имеется в виду, обслуживает и техник, и оператор, и наладчик, программист, то есть тот, кто имеет к нему доступ. Но для того, чтобы ввести, отредактировать этот параметр, изменить его, нам необходимо знать определенный пароль для авторизации. Этот пароль вы берете в какой-то организации, которая обслуживает станок. Конечно, на многих предприятиях людям, которые обслуживают станок, не техникам, а рабочим, работникам производства, им как бы даже запрещено входить в системные параметры и видоизменять какие-то данные. Все зависит от вашего опыта. То есть, есть ли у вас такие навыки, есть ли у вас разрешение на это использование. То есть, в зависимости от того, как вы разбираетесь в том, что вы делаете. Потому что, с одной стороны, под себя вы можете видоизменить какие-то параметры, а мы посмотрим вкратце просто. Сегодня будет вводное ознакомительное занятие по этому мини-предмету, и вы посмотрите, какие значения мы можем ввести. Ну и второе, даже если такого доступа нет, то вы можете пригласить обслуживающую организацию, например, какую-то техническую, которая обслуживает оборудование на вашем предприятии, либо вашего предприятия, и они выполняют это действие. То есть, на самом деле, нужно просто знать, что ввести, куда ввести, для чего ввести, и как его ввести. То есть, узнать пароль для входа, для авторизации. Что можно вводить сюда? И для чего это нужно? Ну, во-первых, я сказал, что есть доступ у техников, есть доступ еще у людей, которые продают оборудование, перепродают, то есть разных реселлеров, дилеров. Имеется в виду, что если, например, именно это оборудование, эта система SYNTEK, произведена в Тайване, по умолчанию она работает в миллиметрах и обслуживается, например, точнее экспортируется, положим, в Европу, и станки работают и продолжают работать, соединиться измерения миллиметра и по умолчанию. То, например, при экспорте этого станка, предположим, в США, то есть все меняется, потому что метрическая форма обычно не используется, дюймовая, империальная форма исчисления, единица измерения, инч, и нам необходимо, ну, как минимум, ввести системный параметр, либо ручной параметр, который определяет модальность по умолчанию для инч. В таком случае нам необходим доступ к этому параметру, поэтому если станок изначально экспортируется, то есть какая-то организация, которая этим занимается, то понятно, что она должна как-то настроить оборудование, настроить и ввести эти параметры. Но по ходу вашего использования системы ЧПУ вы можете столкнуться с определенными трудностями в работе, а также определенным износом оборудования, тем самым можете изменить определенное значение параметров, некоторых, не всех, конечно, которые дадут вам возможность более продолжить, скажем так, благоприятную работу оборудования без каких-то проблем. Давайте посмотрим на некоторые системные параметры, что они определяют, что они вводят, например, 401 параметры, Cutting Acceleration Time в миллисекундах, то есть указывает нам время разгона при резании MS в миллисекунды, либо, например, максимальная подача резания 405 параметра Maximum Cutting Feed Rate указывается миллиметр в минуту. То есть максимальная скорость резания 20 тысяч. Это общий аппаратный параметр, называется APP. То есть системные параметры делятся еще там на пользовательские, на аппаратные. Ну вот аппаратные, это и есть системные, то есть то, что наш механизм, то, с чем наши механизмы работают, система ЧПУ. И здесь это указывается. Некоторые стандартные значения, которые разделены по осям, мы сейчас рассмотрим. Например, 461 параметр. X-axis Maximum Repeat Travel Feed Rate. То есть по X-axis максимальная скорость перемещения ускоренного. Получается, что если мы указываем в управляющей программе такой код, как G200, то синтаксис не определяет ввод подачи, ввод кода F. Даже если мы укажем G200 F, это не будет ошибкой. G200 будет использовать все равно подачу из системного параметра. Работает 60 тысяч. А F будет просто модальный F-код для того, чтобы выполнять последующие действия в линейной интерполяции, либо в круговой интерполяции, либо в подачах каких-то сверлений в циклах. Получается, что 461 по 463 аппаратный параметр либо системный параметр, который называется X-axis, Y-axis and Z-axis Maximum Rapid Rail Feed Rate в миллиметрах в минуту определяет, с какой скоростью будет станок перемещаться ускоренно. И эта скорость соответствует 100%. На предыдущих занятиях по управлению мы рассматривали такой специальный переключатель, который называется Repeat Override. Думаю, вы помните, у которого было несколько положений. 100%, который соответствует программному значению, аппаратному. Это значит, что по умолчанию, если там стоит 100%, и мы напишем G20x20, например, то мы переедем в координату X20 именно ускоренно с подачей 60 тысяч оборотов миллиметров в минуту. Но мы это не пишем. То есть это используется по умолчанию из 461 параметра. То же самое вы можете видеть по CYZ в разных параметрах следующих это указывается. Также указывается для других осей. Данная система поддерживает до 16 осей и до 6 шпинделей. То есть это указывается здесь. Также был такой пункт, как код F0 в этом же переключателе. Он отвечает за подачу F0, где F0 является какой-то минимальной подачей, которая также является системным параметром. Вы видите, что аппаратный параметр 501 до 503 включительно по главным линейным осям это как раз подача, которая использует F0. То есть если мы выбираем F0, тогда подача будет 1000, а не 0. То есть а не 0% от 60 тысяч. То есть вы видите, что для того, чтобы использовать систему ЧПУ по полной, полноценно, мы можем не только использовать стандартную систему синтаксис написания, а также структуру программирования, где что-то не вводится например, мы указываем код G200 только с указанием оси. Значение координаты это оси, но не указываем подачу. Действительно, мы и не можем указать подачу, но в случае необходимости мы можем отредактировать эту подачу относительно 100%. Для этого мы просто входим в аппаратные параметры и в случае такой возможности мы изменяем актуальное значение этого системного параметра. Посмотрим дальше. Для оси XYZ в режиме Jog точкового перемещения скорость 10, 10 и 5000. Она также изменяется. В случае нажатия на клавишу Z шпиндер перемещается вверх с подачей 5000 мм. Именно с этой и не на миллиметр меньше. Если нам нужно меньше, мы входим в параметры и изменяем. и все это время перемещение идет меньше либо больше. Еще некоторые вещи интересные. Например, максимальная подача перемещения максимальная в интерполяции по оси XYZ. В первых параметрах, по-моему, 403 указывалось значение максимальной подачи в миллиметрах в минуту общая. Здесь же она разделена по осям XYZ 20 и 28. Это так называемая безопасность. То есть мы можем в программе указать мы можем в программе указать код G01X 20 тысяч случайно и увидим ошибку, потому что системный параметр определяет максимум 20 тысяч. Но чтобы эту ошибку увидеть и такая программа прошла, она должна как минимум пройти через ряд проверок. Очевидно, что мы использовали CAM-систему. Если мы используем CAM, то постпроцессор должен проверить. Обычно в постпроцессоре также есть такое ограничение. Поэтому это еще может не случиться такие проверки. 821 по 823 стенный параметр отвечает за возврат исходное положение. Смотрите, XYZ homing feed rate. То есть это подача для перемещения в 0. когда мы перемещаем 0, он тоже какой-то скоростью двигается. Вот она. Она конкретно указывается. В некоторых случаях получается так, что, например, ось X пропускает текущую координату, то есть проходит ее быстрее и просто упирается уже в стоппер, в концевик. Точнее, не в концевик, не в ларинный концевик, а дальше. Поэтому в некотором случае для станка ограничивают этот параметр, то есть уменьшают его, например, до 5000, до 4000 по какой-то оси, по которой есть проблемы. И это дает возможность нам возобновить правильную работу станка и продолжить ее. Это указывается в подаче для выполнения этого действия. Если мы используем вторую second trail feed rate, second homing, то есть существует возврат в исходное положение номер 1, номер 2, тогда используются эти подачи. 2, 2000, 2000, 2000. Давайте посмотрим еще. Существует offset машины координаты, offset машинного нуля. Он указан здесь. Это не относится к gps4, это еще до gps4, то есть offset от нуля машины. Он указывается здесь. параметры 881 по 884, например, если станок 4 осевой. Также вы можете видеть из таких несложных стандартных вещей, вот, вы можете видеть ограничения для шпинделя. Для высокоскоростных шпинделя существует системный параметр для ограничения минимальной скорости. First измерения указывается уже RPM. RPM это обороты в минуту. Rate per minute. Обороты в минуту 100. 100 оборотов в минуту это минимальная скорость вращения шпинделя. Это значит, что если программная скорость будет меньше, значит, будет ошибка либо ограничение до 100, либо еще какое-то действие. Это уже как прописано в LADAR. LADAR это файл, который управляет системой. Его можно смотреть с помощью специальных редакторов. Ну, у нас он доступен в виде просто вот таких слайдов. в которых конкретно этот LADAR для этого станка по диагностике указан. Кроме этого, есть определенные параметры для определения orientation stop, скорости для ориентации шпинделя. По-моему, мы это не рассматривали. Давайте пропустим это. 1801 аппаратный параметр first spindle maximum speed, максимальная скорость вращения шпинделя номер 1. 24 000, то есть ограничение и по первому и по максимуму и по минимуму. First spindle acceleration time. Время разгона шпинделя. То есть он не может разогнаться до максимальной скорости указанной программы за мгновенно. Это невозможно. Поэтому с помощью этого аппаратного параметра указывается скорость, до которой он должен разогнаться. То есть за 2 секунды шпинделя разгоняется до максимума. Вполне возможно, вполне нормально. И это указывается. Если по каким-то причинам вам надо увеличить это в случае замены шпинделя, может быть такое, что шпинделя заменили, то есть он подходит по характеристикам, но его параметр разгона, например, не 2000 мс, а 3000 или 3500 мс, тогда вам необходимо это изменить. Вы видите, здесь много параметров, потому что здесь поддержка 6 шпинделей, но это не значит, что все шпиндели на этом станке работали. То есть установлены были, это просто поддержка контроллера. Скорость шпинделя по умолчанию 6000. Это значит, когда вы нажимаете в режиме jog, либо в режиме mpg, работы с шкентелем, вчера мы это рассмотрели, клавишу spindle clockwise по часовой стрелке, например, либо spindle counterclockwise, вращение шпинделя против часовой стрелки, то он начинает свращаться, правильно? А с какой скоростью? Вы же ее не задаете, там в MDI, например. Он начинает вращаться с скоростью initial speed, скоростью инициализации. Вот она. First spindle initial speed RPM, 6000 оборотов в минуту и скорость инициализации, начальная скорость spindle. Именно с этой скоростью spindle включается, если вы нажимаете старт spindle, а при этом скорость не была задана. окей. Есть некоторые параметры связанные с positive software limit, negative software limit. Это ограничение положительное, отрицательное по оси x, y и z, z, для того, чтобы не дать станку выйти из зоны работы либо зайти в зону работы. Вы видите также координату референтной позиции x, y, z second reference point ее значение. Это значение